Если ничего не болит, человек годами может не появляться у врача. А тем временем болезнь не дремлет. Как правило, за медицинской помощью такой пациент обращается уже, когда слишком поздно. Несколько подобных случаев недавно произошли в нашем городе. Пациент 46 лет, трудоспособный возраст. С 2016 года за медицинской помощью не обращался. Обращался тогда, когда появились выраженные боли в позвоночнике, при обследовании было заподозрено образование легких с метастатическим поражением костей позвоночника. Запущенная четвертая стадия, к сожалению, пациента спасти не удалось. Еще один пример. Пациентка 49 лет. С 2017 года на прием к врачу не ходила. При проведении первичного осмотра у нее заподозрили рак органа малого таза с метастазами. Запущенная четвертая стадия. Ее также не удалось спасти. Есть и случаи благополучного исхода. Пациентка 34 лет. С 2016 года за медицинской помощью не обращалась. При первичном осмотре, при проведении диспансеризации был заподозрен рак шейки матки. Пациентка сейчас успешно проходит лечение. Состояние без прогрессирования. Еще со времен Советского Союза система здравоохранения уделяла большое внимание профилактике. Отголоски тех времен находят отражение в программе диспансеризации. Она помогает выявить опасные заболевания, обнаружить факторы их развития. Например, коварный сахарный диабет зачастую может начаться незаметно для больного. С маленьких симптомов начинаются серьезные заболевания. И немые формы течения имеют место быть. Мы с вами можем вести обычный образ жизни и не подозревать, что у нас развивается сахарный диабет, грозный своими осложнениями. Записаться на диспансеризацию можно на портале пациента или по телефону колл-центра 95511. Проводят ее бесплатно по полюсу обязательного медицинского страхования. В день прохождения диспансеризации работодатель обязан предоставить работнику оплачиваемый выходной день. Екатерина Пенова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, СОРО, 24.